Ахохо, по-хорошему было бы это на стриме обмусолить, но из-за своего состояния до сих пор не смогу сидеть и пиздеть на камеру долго. Алексей Губанов, Хесус. Скинули мне запись того как обсуждается мой комментарий Вове по поводу прилета в Юисе к Хесусу. Ну что ж, начну по порядку. Один, Вованчикс конечно сказал и передал не раскрыв тему, потому что ему я на основе своих ощущений и своего подхода к друзьям описывал то как я бы поступал и чего бы я хотел. Ну как получилось так получилось. Сразу скажу, что никто не обязан быть со мной 24 на 7 и постоянно проводить время. Просто я говорил Вове, что когда ко мне прилетали друзья то я так проводил с ними время 24 на 7. Один из примеров Миша Рутич, пусть расскажет как мы проводили время, буквально 24 на 7. И то что я слышал мол сходи сам погуляй, посмотри на Нью-Йорк, тебе же должно быть интересно самому это все увидеть, но это лично все мои тараканы и не в упрек Хесусу. Свидетелем моего невольного нихуя ни дела не может выступить Жора, ни ГРПЗДЦ, с которым я сожительствовал, я ему кстати объяснял почему я в соло не изучаю Америку и от которого тоже слышал чья я ебланю соло дома, как кстати от хозяйки квартиры. Да мы проводили время, да было круто, отдельное спасибо за суету на Рождество, отдельный плюс вайп. Но просто я Вове рассказал, что чувствовал что постоянно напрашиваюсь. Речь обо всем была про мои ощущения и чувства, там очень много подводных камней и один из которых, самый большой, это финансы. 2. Про полет в Ла, билеты и хаты. Я всегда при любой возможности везде декларировал, что Хесус был мне как папик, но к СТА билеты покупал я сам, и то что комнаты он мне снял и кормил меня там я никогда не утаивал и не отрицал и всегда по сто тысяч раз был благодарен. Да и туда летел я не с мыслю на холеву в ИСА скататься, а к другу время провести, плюс был расчет на то, что возьму Казик и все будет крутяк. Но с Казиком не вышло, что кстати с Хесом мы тоже обсуждали. В Ла и правда, там болела Лина, потом Хесус, но опять же Вове я это констатировал как факт, что было такое, что ебланил там соло, потому что потом у Леши был движ с Шевцовым, на который я был не вхож. На что я опять же не в обиде, потому что там блогерские тусы для крутышек. Ну и в последний мой день пребывания в США мне прос сказали ББ, посадили на такси и я поехал к Ленни Пэд домой, чтобы тот отвез меня в аэропорт на следующее утро. Спасибо за инвайт на НГ тоже было прикольно. 3. Самое интересное, что Хесус зная меня и Вову лично, зная как и кто излагает свои мысли решил на стриме это все разобрать, назвать меня пиздеболом, докинуть что нахуй не надо ему таких людей звать и тп. 4. Знаешь Леха, чё ты зачастил хоронить друзей, причем уже похуй плюс поебать стало деду, обоснованно или нет. На минуточку, я единственный кто к тебе долетел, меня наверное уже единственного упрекают в том что я тебя дефаю постоянно и чуть ли не твой подсос, зайди бля почитай комменты к постам моим. И тут ты такие перлы выдаешь. Как только у меня появится возможность отдать тебе деньги, я все до последнего цента за Америку тебе отдам, подними историю банковских операций, посчитай и скинь мне сумму. Я вернусь в стрим и верну тебе. Не будешь меня звать? Так и нахуй не надо, значит будут звать те кто умеет в дружбу. Бля, переслушиваю. Говорит, что я недоволен и жалуюсь братишкину. Хоть бы пэдло старое уточнил контекст, чем пиздеть на стриме. Все друзья равны, но кто-то ровнее, видимо. Если ему это надо. И потом мне Гвин кое-что рассказал. Интересно, что же Гвин рассказал? Ну мы тоже хотим знать. Гвин, расскажи. А это что это за секретики такие? Много с кем общаюсь вообще в целом. Ну сейчас, наверное, расскажем. Я стараюсь сделать так, чтобы у меня не было свободного времени из-за работы. Потому что у меня есть какие-то цели, я хочу их дать. Что когда Гвин приезжал в Америку, то он больше процентов времени, когда приехал к Хесосу, проводил один. И за всю неделю, которую он там был, он с ним три раза вышел. Че за пиздеж, блядь, мы каждый день почти виделись. Он ко мне приходил стримить. А суди, если не гребки там. Осуждаю, осуждаю, Тимур. Осуждаю. Ну это полный пиздеж, конечно, уже от Гвина, в принципе, да. Да? Потому что мы с ним в Лос-Анджелес вместе летали. Тоже постоянно там гуляли. За исключением тех дней, когда я болел. Я простудился, я помню, я... Ну несколько дней тупо сидел, короче. Это еще под Новый год было. Новый год тоже вместе встречали. Вот. Ну типа, что за пиздец? Блядь, да вы сами это все знаете. Вы сами видели. Мы с Гвином стримили ИРЛ тоже несколько раз. На его канале в том числе. Вот. И в какие-то дни, может быть, я не виделся с Гвином. Я хуй знаю, точно не помню. Но я помню, что очень много времени с ним проводил. Почти каждый день. Вот. Тем не менее, не обязан ведь, блядь, с ним с утра до вечера гулять. Правильно? То есть у меня тоже своя жизнь. Как бы, ну... Я что, блядь, с ним жить должен был в одной комнате? Или что? Я не понимаю. Нет. Я, ну, реально не понимаю. Ну так вот, ёпта. И что, у людей просто банально разное понимание приехать к другу, поняли? Для кого-то норм, блядь, там раз в неделю куда-то выйти. А для меня это постоянно с чего вам контакт держать. Вот конкретно для меня. Так вы постоянно контакт держали, что за пиздешь? Поэтому мне непозволительно, блядь, чтоб тип где-то там, блядь, сидел, хуярил. Получается, гвинь пиздобол. Теперь я с ним уже видеться не буду. Мне нахуй это не надо. Типа, блядь, чел прилетел в Америку, блядь. Я с ним достаточно много времени проводил. Я ему билеты купил, блядь. Чтоб он тут жил. Я ему хату оплатил, он еще недоволен. Жалуется, блядь, братишкину, что я с ним, видите ли, вместо там пяти дней, три дня провел. Ни хуясь себе, блядь, гвинь, да ты че, охуел что ли? Ну это реально. Утро прекрасное, здорово всем. Сверло хуярит. Гвин меня будет о том, что Хесус там на стриме что-то пизданул. Попиздев с Хесусом осознал. Я говорю, ты че дурак, блядь? Я говорю, это ж я сказал, блядь, по поводу того, что там че-то за дружбу задвинул. Он мне такой говорит, прикиньте шизм. Он мне говорит о том, что, так это ты его таким выставил. Ты сказал, что он тебе сказал, значит, это ты его чертом выставил. Я такой думаю, блядь. И он реально напиздел там на Гвина о том, что типа тот неблагодарный уебан, хотя Гвин всегда был благодарен. Я говорю, так это у тебя со мной, ну типа перепалка, ты на меня должен пиздеть. Я Хесус, вот пример тебе привожу. Я мог сказать, что у тебя мать, и что это значит, что, ну, я просто не пойму вот логики. Пускай не мать, пускай отец, или там я не знаю, кто угодно может быть. И ты бы реально напиздел бы, получается, на жертву в данном случае. Это нелогично. Еще раз подытожу. Я говорю на своем стриме, помните, о том, что типа, за что я, кстати, перед Гвином извинился, потому что он говорит, зря ты типа это сказал. Во-первых, это было не так, мы с тобой два часа пиздели. Ну, короче, забейте хуй. Я просто говорю о том, какой он шиз. Смотрите, еще раз подытожу. Я сказал, что Гвин мне сказал. Очень важно, что сказал. Он мне не жаловался, потому что в контексте двух часов разговора я эту информацию только поднял. Так вот, Гвин мне сказал, что типа, когда он к нему приехал, тот с ним там очень мало виделся. Ну, типа, поэтому я говорю, что не стоит осуждать одного и второго, потому что у каждого понятия о дружбе разные. Так вот, он доебался до этого и выставил так, что я своими словами выставил Гвина гандоном. Я провожу аналогию. Я говорю, Хесус, у тебя мать, ну, получается. И Хесус, значит, по его же логике должен на мать напи***ть, потому что это я сказал, и я ее такой выставил. Ну, это ж логично. Я не занимаюсь мамоёботом, просто, ну, это отличный пример того, типа, что ты делаешь, старый шизик. Вот как можно... Он мне сейчас сидит, хуярит, короче, в личку. Я ему пытаюсь это донести. Человек не слышит и опять выкручивает все, блядь, ну, в свою сторону. Я не понимаю. Ну, окей, ты вывернул все в твою сторону, я привел тебе аналогию. Я сейчас говорю, у тебя мать не очень. Начинай на нее пиздеть, чел. Чел. Продолжение следует...